Прошу обратить внимание, здесь нет моста, как такового здесь нет кардана, то есть это гидрообъемная трансмиссия, здесь 4 гидромотора. Машина вообще на самом деле задумана как максимально универсальная. Вообще на российском рынке бортовая погрузка с фейскопом и с такой высотой подъема мы не найдем. Ну вот здесь в машине уже есть функция хайплот, то есть гидропоток может быть увеличен, а это навесная гидрообъемическая дорожная фреза, 7 красок. Косилка вот с молотковыми типов, да, как она называется? Да. Манипуляторная косилка, она устанавливается также на трактор. То есть эта машинка-то в основном предназначена как раз для дорожников. В общем, всем привет! Продолжается турне по выставке Баума, СТТ Баума. Это Артем, представитель компании БайТек Машинерия. Город Ярослав, кстати? Да, верно. Ярослав. Я сегодня представляю здесь самоходную технику. Это итальянские шарниры, ширеные погрузчики мультиван. Вот они. И корейские погрузчики с бортовым поворотом Баума. Здесь мы сегодня представляем две крупные модели. Это модель девятой серии. И вот там вот стоит модель восьмой серии. О ней мы поговорим, соответственно, поподробнее чуть позже. То есть, в данном случае мультиван девятой серии. Это машина с грузоподъемностью около двух тонн, с высотой подъема 3 метра 21 сантиметра. То есть, телескопическая ашобразная стрела. Здесь вот стоит родной итальянский ковш высокой выброски. Прошу обратить внимание, здесь нет моста как такового. Здесь нет кардана. То есть, это гидробъемная трансмиссия. Здесь четыре гидромотора. На каждом колесе стоит свой гидромотор. И, соответственно, трансмиссия умная. В зависимости от сопротивления, которое колесо получает при движении по пересеченной местности, на него идет определенный гидропоток. Данная вот машина в комплектации всесезонная. То есть, здесь стоит итальянская родная кабина. Машина полностью остеклена. С отопителем, с дорожным набором. То есть, здесь зеркала стоит, здесь стоит свет. И данная машина оснащена дизельным двигателем, турбированным Келлер. Келлером ставится только на большие машины. Сейчас мы его откроем, конечно, сюда покажу. На девятую и десятую серию. Вообще, большинство модельного ряда мультиван на сегодняшний день оснащается японскими дизельными двигателями Кубота. Но девятая и десятая серии, это исключение из правил. Здесь ставится Келлер. А Келлер это чье? Вообще, насколько я понимаю, это американец, но производят их в Италии. Артем, а кто потребитель таких машинок в основном? То есть, где они предназначены работать? Машина вообще, на самом деле, задумана как максимально универсальная. То есть, 170 видов навесного оборудования используется производителем. Сколько? 170. 170 навесок раз. Обалдеть. Вплоть до самой фантастичной, да, там есть такие штуки для сбора плодов, такая, ну, древотряска, короче, с таким парусом, чтобы все это стрясти, потом собрать кулек и увезти на этом же мультиван, там, туда, куда-то на переработку. Оливки так итальянцы собирают. Ага. Используется в строительстве, используется в коммунальной сфере. Ландшафтники очень любят эту машину за ее габариты и за то, что она вот очень, очень трогательная, щадящая, относится к любой поверхности, по которой она едет. То есть, вот эта вот машина 8 серии, она чуть поменьше, она оказывает давление на грунт, сопоставимое с ногой взрослого человека. То есть, я прошел, машина прошла, давление, в принципе. Ну, и уникальная маневренность, конечно, у этих машин. Да, безусловно. Хотя, первое время приходится привыкать, потому что, ну, не совсем привычно для обычного автомобилиста или автолюбителя, когда вот задняя часть, она отдельно несколько смотрится. Теперь предлагаю вот посмотреть кабину, потому что определенные изменения коснулись в том числе и внутренней части машины. Здесь уже представлена новая приборная панель. То есть, итальянцы все время работают над комфортом нахождения оператора в кабине. Здесь немножко изменен внешний вид вот той боковой панели, джойстик вынесен чуть вперед, появились вот эти вот тумблеры на приборной панели. Все это сделано для того, чтобы оператору максимально, максимально удобно оператору было правой рукой, не отвлекаясь, управлять основными функциями мини-погрузчиков. Тут две педали, все, вперед-назад. Да, здесь всего две педали. Отпускаешь, когда он сам встает. Да, да, тормоза как такового нет. То есть, отпускаем педаль, машина прям колон встает. И в той так же? Да, в принципе, да. Также полностью остекленная кабина. И вот эта вот машина, да, она включает в себя еще определенный ряд инноваций, связанных с трансмиссией, ходовой частью. Вот в этой машине есть функция круиз-контроля. Круиз-контроль, то есть тут важен круиз-контроль? Ну, вообще у конкурентов такого нет. То есть, если мы будем брать шарнин с членами, погрузчики, круиз-контроль, мы его не найдем. А круиз-контроль важен, в первую очередь, при работе с определенными видами навесного. Допустим, если это будет щетка какая-то подметальная в условиях коммунальных там работы. Или косилка, то есть, поставил, оператор не напрягается, пьет кофе, машина работает сама. Крутит, едет прямо с определенной установленной скоростью. Здесь уже стоит двигатель Кубота. Куботу посмотрим уж, если уж на то пошло. Ну, вообще, фишка этих погрузчиков максимальной компоновки, сбалансированной, взвешенной всех комплектующих для того, чтобы машина была максимально универсальной и могла поднимать порядка 80% собственного веса. А мы сейчас не увидим, где гидронасос стоит, как он к двигателю подключается? Или на то, или на этой машине? Это вот там. Вот тут не подлезть, да? Ну, да. То есть, она же полностью гидравлическая, как ты уже говорил, да? То есть, тут полностью гидравлика. Полностью гидравлическая. Вот, кстати, здесь предпусковой подогреватель в розетку 220 вольт зимой, чтобы подогреть жидкости двигателя. Здесь уже все подготовлено, и здесь уже интегрированы задние противовесы. Но можно поставить еще. Понятно. В общем, технология интересная, технология уникальная. Итальянцы вообще большие эстеты. Они любят, когда все красивое. То есть, безусловно, красивая. Очень красивая. Это вот как раз мульчер, да? Это косилка. Косилка, да, с амульчеровщиком. Это косилка производства, опять же, мультиван. Одно, один из образцов тех самых 170 видов навесного оборудования. Вот все хочу обратить внимание, да, на некую такую уникальную систему присоединения навесного оборудования. Вот здесь, соответственно, это так называемый гидравлический мультиконнектор. Сейчас навесное не подключено. Вот здесь вот материнская часть, там, соответственно, папа. И все это буквально в три клика. А, ну это быстроразъем. Да, да, да. Это я видел. Я видел такой на гидроманипуляторах тоже итальянских FASSE. Ну, очень удобно. То есть, буквально 2 секунды, 3 движения, не без потери масла, никаких сложностей нет. В отличие от стандартного flatface, вот брэс, как мы сейчас на бортовой. То есть, это быстроразъем, который не по одному шланг позволяет подключать, а сразу несколько шлангов. Если мы с мультиваном закончили, можно перейти вот... Давай, пойдем. ...к корейцам. Давай, корейц. Вот, значит, второй вид самоходной техники, который мы предлагаем на российском рынке. А это погрузчик с бортовым поворотом, БАО, производства Южная Корея. Это новинка на российском рынке. И я даже не побоюсь этого слова. Это уникальная новинка, потому что это погрузчик с бортовым поворотом, оснащенный телескопической стрелой, которая позволяет достигать высоты подъема до 4 с копеечкой метров. То есть, вообще на российском рынке бортового погрузчика с телескопом и с такой высотой подъема мы не найдем. Они поставляют вот эти вот машины для нужд корейской армии. Ну и обратите внимание, сразу предлагаю... Ты именно такие машинки в армии используются? Гусеничная машина. Они представляют в армию. Это логично, потому что колесники в армии не настолько популярны. Ну, до гусенички мы еще дойдем, я думаю, там она стоит. Значит, в первую очередь, это толщина стали. То есть, здесь во всем погрузчике используется сталь толщиной 9 мм. Это очень много для знающих людей. Все понимают, что вот это прям танк, да? То есть, это машина, которая создана для того, чтобы быть надежной. Стрела. Все находится в защите. Вот на том погрузчике посмотрим. Все максимально защищено, все максимально спрятано, все максимально надежно. Ну, это чтобы... Отбойники? Ну да, чтобы он не бил ковшом. В стандартной комплектации каждая машина БАО оснащается джойстиками, то есть никаких рычагов. Только электрогидравлические джойстики. Левый джойстик всегда будет отвечать за передвижение машины. Правый джойстик будет отвечать за работу навесного оборудования и, собственно говоря, стрелы. Эпа! Люди, которые работают на бортовых погрузчиках, они говорят, что кабина очень просторная, очень удобная и обзор очень хороший, кромки ковша на максимальном вылете. То есть, не задевается ничего плечами, находиться в ней удобно. Я предлагаю рамочку опустить. Слушай, а рамка это, чтобы не выпустили, или она без нее работать не будет? Не будет. А, то есть, это своего рода защита такая? Это защита, да, в том числе это ручной, скажем так, тормоз. Дверь, при открытой двери тоже машина не, соответственно, не будет работать. Вот. Все удобно, руки лежат. Насколько комфортно, да, вот. Ходил вопрос задать. То есть, здесь стоит у нас система отопления, печка, вот здесь вот под ногами, двухпоточная, педалька акселератора, вот здесь вот под ногой, и дублер, ручка акселератора, она находится справа. То есть, это газ, да? Ну, условно говоря, да. То есть, у тех, у кого нога не может держать постоянно определенное, соответственно, положение, да, можно вот ручка тоже самое сделать. Вот эта ручка? Да, да, да. А, ну, то есть, это скорость? Ну, это дублер, да, условно говоря, вот эта педаль. То есть, выставил? Выставил, да, и пошел. Как на газонокосилке прям выставил, анимаешься, да? Прикольная штука. То есть, вот здесь стоит уже японский дизельный двигатель Kubota, 3,6 литра. 84,5 лошадиной силы. Вообще, машина максимально собрана из качественных комплектующих. Сколько здесь лошадей? 84,5. Здесь стоит гидравлический насос Bosch X-Rod и стоят французские гидромоторы Paclain. То есть, два гидромотора, здесь цепная передача, здесь, соответственно, слева гидравлический бак, справа топливный бак на 67 литров. Это уже. Все светодиодное, опять же. Фонари здесь такие, что прям ожог сетчатки. Вот спереди особенно. Небольшое объявление, буквально на несколько секунд не переключайтесь. Вместе со мной выставку Bauma STT снимали знакомые ребята с Екатеринбурга, с компанией SPK Group. Также они снимали выставку, которая проходила параллельно. Выставка металлообработка, к сожалению, я на нее не попал. А я думаю, там будет очень много интересного материала. В общем, я вам рекомендую перейти на канал в YouTube компании SPK Group. Ссылка будет в описании. Ну, посмотреть интересующее вас видео. Обязательно передать от меня привет. Подписаться. Вот. Вообще, компания SPK Group занимается промышленными системами подготовки и покраски. То есть, это дробестроенные камеры, окрасочные производства, системы фильтрации воздуха. Ребята строят, ну, просто огромные покрасочные производства. То есть, это, допустим, покраски для самолетов, покрасочные производства для железнодорожного состава. Очень интересно, очень познавательно. Рекомендую. Переходите по ссылке, ставьте лайк и передавайте от меня привет. Значит, вот здесь у нас просто гусеничная машина. Это без телескопа. Это без телескопа. В принципе, может быть и с телескопом. Может быть, да. Здесь с вертикальным типом подъема. Тоже быстроразъемы у него стоят. Ну, тут уже, да, БРСКи такие стандартные. И здесь, вот в этой машине установлена уже функция Hi-Flo. На телескопах она невозможна. По какой причине, я, честно говоря, не знаю. Что за функция Hi-Flo? Это что? Дополнительный гидропоток, дополнительный гидронасос. То есть, вот здесь гидропоток у этой машины 73 литра на минуту у телескопа. И увеличить его никоим образом нельзя. В принципе, этого достаточно для работы с любым распространенным навесным оборудованием. Ну, вот здесь в машине уже есть функция Hi-Flo, то есть гидропоток может быть увеличен до 130 литров в минуту. Соответственно, работать уже почти в два раза. Ну, да. Из-за конструктивных особенностей, я подозреваю, в телескопе невозможна установка Hi-Flo. Потому что гидролиня выводится на стрелу. Ну, а для чего нужно? Какая необходимость резко повысить? Ну, даже не то, чтобы резко повысить. Да, есть определенное оборудование, которое требует увеличенного гидропотока. Допустим, какое-нибудь виброоборудование, вибротрамбовка или виброкаток, дорожная фреза какая-нибудь, достаточно шире, там, гидровая, допустим. Да, гидровращатель, опять же, да, то есть те, которые требуют серьезного, усиленного гидропотока. Гусеницы обслуживаемые. То есть вот здесь вот крючка снимается, да. Соответственно, можно проводить некие работы, да, с гусеницами. И что еще здесь показательно? Здесь, на этой вот, вот в этой системе, здесь три опорных катка. То есть вот раз, ролик два, и там, соответственно, третий. То есть прямо рукой их можно прощупать. Это увеличивает, соответственно, устойчивость машины. Потому что, ну, в большинстве гусениц, не знаю, ради экономии или чего-то, используют все-таки два опорных катка. Здесь, соответственно, три. Ну, и гусеницы сложнее соскочить, когда машина работает на уплоне. Артем, а вот такого типа гусеницы, они, ну, все-таки, для чего? Это, чтобы не повреждать поверхность, или у нее есть еще какой-то смысл? Да, резина, да, это именно с точки зрения более щадящего отношения к поверхности. Мы должны понимать, да, что это не мультиванную погрузчиков с бортовым поворотом. Что вот это, что, соответственно, там шина, это расходный материал. То есть каждый раз поворот, это истирание шины. То есть соотношение примерно один к шести. То есть за одинаковый срок эксплуатации у мультивана это будет один комплект шины, у бортового погрузчика это будет 5-6 комплектов. За то же время работы. Кабина, в принципе, такая же, такие же гидравлические джойстики. По объему она тоже такая же, но вот здесь вот есть подстаканник. Я был удивлен, потому что эта машина, потому что она с подстаканником, я бы даже его назвал подбутыльником. Это такая Russian Edition, туда 0,7 можно вставить реально. Важная опция, да, очень важная. Мужики, очень важная опция. Собственно говоря, вот два вот этих вот болта и кабина откидывается назад на газовых упорах. И в принципе при поднятой стреле вот вся начинка мини-погрузчика для обслуживания, она вот прямо вот. То есть вот эти два здоровых, там уплотитель получается. И она туда вот отходит назад и полностью все свободно для обслуживания, как прямо на столе. То есть очень удобно, все прямо перед глазами. На двигатель тоже предлагаю посмотреть, потому что там стоит уже... Здесь, с учетом того, что на машине установлено на опции Hi-Flo, здесь уже вот, соответственно, охладители тут посерьезнее. Усиленный, да? Там поменьше было. Да, да, да. В принципе тот же самый двигатель. Тот же Kubota V3600, 84,5 лошадки. Подойдем к фрезе, потом мы резюмируем уже с точки зрения цены. Вот Михаила позовем, он у нас расскажет про эти вещи. Вот еще одна, скажем так, добавочка. Среди моих брендов, да, единственная не самоходная штука, за которую я отвечаю. Это навесная гидравлическая дорожная фреза CM Crasher. А это тоже итальянское оборудование. Примерно в той же области на севере Италии, что и мультиваны их производят. Оборудование специально предназначено для выполнения дорожных работ, для профилирования асфальта, для ямочного ремонта. В том числе, возможно, модификация для удаления дорожной разметки. Вот в данном случае это... Она на мультиван вешается? Эту фрезу можно повесить вот на мультиван 9 серия. Сам личное вешал, крутил на бортовые погрузчики. Ну вот, допустим, на восьмерку, скорее всего, она не пойдет, потому что она тяжелая и очень требовательна к гидропотоку. Сороковая это фреза, то есть из названия видно, что это 40-15. 40 это вот у нас получается ширина барабана, ширина профилирования. То есть вот барабан крутится, он оснащен 45-ю зубьями. Здесь стоят американские зубья компании KINOMETAL. В принципе, 40-80 литров она требует при работе, и заглубление у нее составляет до 13 сантиметров. То есть заглубление регулируется вот здесь, оно механическое. Чем примечательны дорожные фрезы СМ итальянские? Тем, что у них в базовой комплектации гидравлический сдвиг. То есть она вот здесь вот по этой раме, фреза движется, управляется гидравликой на 65 сантиметров. То есть для того, чтобы каким-то образом сместить ее, не нужно оператору выходить из кабины, он просто нажимает соответствующую кнопку, Да, это определенный плюс, потому что большинство конкурентов все-таки это опция. У СМ это стандартная комплектация, какая бы это ни была фреза, гидравлическое смещение всегда будет в базовой стандартной комплектации. По ценам, соответственно, чтобы избежать каких-то обвинений в том, что мы тебе ценами говорят или еще чего-то. Вот такая вот фреза стоит 800 тысяч рублей. Вот прямо вот в таком виде, в котором она есть, с гидравлическим смещением. Мультиваны. Мультиван 9.6 в комплектации всесезонная стоит 5,5 миллионов рублей. Новинка, напичка на инновации Мультиван 84 SK вот в этой же всесезонной комплектации будет стоить примерно 4 миллиона 800 тысяч рублей. И если мы говорим о корейских бортовых погрузчиках, вот этот замечательный уникальный бортовой телескоп стоит 4 миллиона 850 тысяч. А вот та вот гусеничная машина будет стоить порядка 5,5 миллионов рублей. Все, огромное спасибо. Вы теперь меня не сможете обвинить, что вам цены не давали. Все, цены вам назвали. Эстафету передали Денису. Денис будет рассказывать про все, что желтое или оранжевое? Про все, что оранжевое, желтое, ну то есть ярко выделяющиеся, а также зеленые пятна на нашем стенде. Собственно говоря. Ну, начну я с того, что и стоит ближе к нам и является одной из самых высоких точек в правой части стенда. Это смещаемая косилка. Она устанавливается на трактор, вроде как МТЗ-82, 12-21 и прочее аналогичное с ними. И работает как позади трактора, так и рядом с ним справа. Далее у нас стоит система Pantograph, которая смещает эту косилку в сторону от трактора. Гидроцилиндр сжимается, соответственно, все смещается. Гидроцилиндр располагается внутри. Это важно, потому что всегда можно найти какой-нибудь кол, который не увидит ни один тракторист. Защищено. Да, все защищено, все это круто. Косилка вот с молотковыми типов, да, как она называется? Да, да, да. Здесь получаются эти кулачки, цепы, можно так сказать. Молоткового типа расположены они по спирали. И при этом, если посмотреть вот так, даже внимательный зритель на самом деле увидит, что они располагаются по спирали. Вот так вот. Я на этом хочу перейти к следующему нашему экспонату. Пойдем. Пойдем. Который просто очень похож на косилку. Собственно говоря, косилка, он похож на косилку тем, что он и является. Это уже смещаемая, но уже манипуляторная косилка. Она устанавливается также на трактор, но крепится пятью точками. Не на стандартную трехточечную навеску, а имеется специальное разводное такое устройство, которое позволяет крепить ее более надежно. Потому что вся эта стрела раскладывается и уходит вправо от трактора на 4 метра. Важно понимать, что головка работает под большой нагрузкой, поэтому ей нужен мощный шарнир и мощные кронштейны. Кронштейны перей используют для манипуляторных косилок литые. Литые и в том числе кованые. То есть, таким образом достигается большая экономия материала, деталька становится легче. В результате центр тяжести косилки уходит ближе к трактору. Денис, знаешь, расскажи, вот смотри, я обратил внимание, здесь вот это что, тросики здесь, да? Да, да, здесь рычажное тросовое управление, получается, вся вот эта вот штуковина привязана. То есть, специально можно было сделать, чтобы в любой трактор можно было поставить? Да, конечно. А получается, здесь ни один трактор не имеет такого количества гидравлических соединений. Обычно их четыре. Ну, или там три гидролинии даже, я бы так сказал. А здесь у нас получается только четыре, нужно двухпоточных линий отдельных ввести. Поэтому, ну, и, собственно говоря, косилка, она же автономная. То есть, она запитывается от трактора карданным валом. Здесь стоит насосная группа. Насосы, опять же, полностью чугунные. То есть, это к тому, чтобы, ну, как бы так сказать, качество насоса не помешало вам работать через там несколько недель, месяцев. Этот агрегат призназначен и разработан для того, чтобы работать в основном на склонах. Здесь он у нас стоит на склоне где-то 42, там, 45 градусов. Вот. Он вобрал в себе все преимущества и все нововведения, какие вот у Ферри могут быть. Но самое главное – это ротор с действительно спирально расположенными резцами. Вот вы сейчас камеры провели, а там они прям ни одного на одной линии. Головка собрана из двух частей между собой. Вот они соединены здесь, вот есть, даже видно с внешней стороны. Работает он на склоне до 55 градусов, поэтому центр тяжести у него очень низко. Где пульт управления? Пульт управления у меня в машине. Дистанционно, правильно? Я его сейчас покажу. Оператор находится в 150 где-то метрах. Сидишь, чай пьешь на веранде, да, и играешься пультом управления. Да, вы знаете, некоторые дорожники так и делают. Они выносят табуретку на обочину. Вот он садится и пошел 150 туда, вернулся 150 обратно. И таким вот макаром он весь склон проходит. Или в машине сидит с кондиционером, да? С кондиционером они не сидят, потому что в кондиционерном много топлива жрет. То есть эта машинка-то в основном предназначена как раз для дорожников, правильно? Я понимаю. Или какое-то еще назначение есть? В большей степени для дорожников. Но можно и при дорожной территории, можно даже, как сказать, какие-то участки горизонтальные обслуживать. На самом деле, один этот робот гораздо эффективнее, чем два трактора с косилкой. В общем, пульт, что он умеет? Он может подстраивать повороты. Например, я могу ехать только прямо. И если мне нужно повернуть или огибать какую-то большую дугу, я добавляю наклон, тангаж какой-то. И он поедет у меня влево на определенный угол. Вот. Так же я могу сделать четко до упора. И тогда он будет просто разворачиваться. Независимо от того, что я даже не шевелю боковым джойстиком. Вот. То же самое, да, по всем. Ну, он всем абсолютно. Я понял, игрушка вообще. Игрушка замечательная. Классная игрушка. Да. И она, кстати, даже показывает температуру масла, если это надо. Это самая простая. Абсолютно полная безопасность. Да. Если с ней не управится ребенок, то это и то врез. Ферри не только косилками, на самом деле, славен. Он делает и лесные мульчера. И здесь представлено также, хочу рассказать, один из них. Это модель для мини-погрузчиков конкретно. Но есть и для тракторов, экскаваторов и вообще любых практически энергоносителей. Здесь стоят резцы, которые ударяют по древесине. Она отлетает, соответственно, вниз. Надо пеньки стесывать, да? Пеньки и стоящие деревья. Если дерево мешает сильно, мешают кроны, то тогда гидрофицированная толкающая рама все это дело складывает. Если пенек слишком низко, его никак не взять, то тогда опять же клыки на раме поднимают вверх, грабят все это дело. Измельчает. Вот эта конкретно модель 25 сантиметров. То есть нормальный такой древостой уже. А если носители такие, те, которые могут измельчить на корню, не подходят по какой-то причине, например, топкая местность и так далее, то можно срезать древесину и измельчить ее уже в измельчителях. Их я вам тоже хочу рассказать. Пойдем посмотрим. Вот это измельчитель, да? Да, да. Измельчители Green Mac в Великобритании производят. Они являются специалистами и производят их с 93-го года. В принципе, у руля стоит инженер, и это показывается вообще абсолютно на всех решениях. То есть, допустим, здесь натяжение двигателя, ой, натяжение ремня приводного осуществлено тем, что двигатель стоит в каретке, которая подрессорена немножечко. И двигатель постоянно гасит вибрации, а вибрации тут много. Собственная масса ремень натягивается. Да, и ремень натягивается. Дальше. Тут у нас, получается, стоит полностью закрытый объем. И это сделано как для того, чтобы он не шумел сильно, так и для некоторых других моментов. И, получается, весь воздух уходит в выгружную трубу. Там подхватывает весь этот ветер щепу и отбрасывает щепу настолько, насколько это только можно донести. Денис, смотри, два варианта есть на гусенином ходу и как прицеп. Да. То есть, у того еще привод есть, я так понимаю. То есть, он с гидромотором тоже. То есть, получается, да, стоит два гидромотора, и они, собственно, гусянку и толкают. Он может или ехать, или измельчать. А еще он может наклоняться вбок. Это, кстати, тоже довольно прикольная фишка, потому что... Чтобы на склонах работать. На склоне, да, ты заезжаешь, а он стоит горизонтально. И, собственно говоря, ты рубишь. Удобно работать. Скажи еще диаметр измельчения максимальный, ну и производительность какую-то. Ну, здесь диаметр измельчения 15 сантиметров, потому что окно 15 на 23. А так GreenMack выпускает до 23 сантиметров измельчения. Я понял, что Денис может до бесконечности разговаривать. Я еще хочу показать, как он вращается. Если у тебя ветки здесь лежали, ты их измельчил. Раз. Повернул. Понятно. Следующий измельчается. И здесь измельчаешь. Но она вращается на 270 градусов, то есть не на 360, поэтому там мы провернуть не сможем. Но с той стороны мы тоже можем измельчать вот сюда вот, например. Потому что она вращается. Все, понял. Классная техника. Давай. Нужная, главное. Да. Она позволяет экономить. Это была компания B-Tech Machinery. Город Ярославль. Благодаря компании вы узнали, какая вообще техника бывает удивительная. Итальянская, корейская, для чего она предназначена. Спасибо огромное. Приходите к нам. Кого заинтересует, обращайтесь к ребятам. Всего доброго. До новых встреч. Пока. Денис, чуть не забыл еще, значит. Недавно был в одной компании в Питере, наше отечественное, производят смазочные материалы. Кого интересно, можешь найти, набрать смазка.ру. В общем, они делают огромный перечень смазок различных. Я понимаю, что у вас техника импортная, но попробуйте либо сами, либо кому-то из клиентов передайте. Это вот пробники бесплатные, да. А это первая партия, а это первая партия, что ли? Нет, это не первая партия, это... Они на нас будут испытывать все это дело? Нет, 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 нет. Это уже давно все производится. Компания известная, ВМП Авто, а это дочерняя компания смазка.ру. Вот, ВМП Авто, она больше, значит, на аудиторию такого легкового транспорта. А это именно для дорожно-строительной техники, для кранов. Ну, в принципе, да, высокотемпературная, это нам и надо. Да, попробуйте, попробуйте, потом заинтересует, выйдите на производителя и, возможно, будете работать дальше. Хорошо, спасибо. Вот, все, давайте. Мы эту тубу обязательно передадим кому-нибудь из клиентов, попробуем. Можешь сам попробовать.